привет дорогие друзья вот надоело сидеть дома сейчас вы гуляемся как у всех в армении строгий режим чрезвычайного положения вот что делается когда он уже лучше прическа вот что делается когда ты не ходишь долго к парикмахерку парикмахеру пошел видишь что со мной я себе подстригла немножко челку так обесцветила волосы немножко подправила брови вроде окей не страшно же одним словом решила выйти на улицу и немножко с вами погулять посмотреть что творится вчера так разнервничалась и сейчас расскажу из-за чего значит наше правительство инициировал законопроект согласно которому за всеми абсолютно тотальная слежка через телефоны должна была произойти в общем этот законопроект в первом чтении парламент принял но сегодня наша оппозиция это значит процветающая армения и просвещенная армения фракции этих партий они значит бойкотировали и законопроект не прошел но в итоге у меня остались расшатанные нервы я сейчас в подъезде с вами говорю потому что выйдя на улицу я не знаю увижу людей или нет и как они будут на все это реагировать но во всяком случае я говорила со своими друзьями и по моему подобные приемы тотальной слежки через телефон или какие-то специальные коды придумали вас во многих странах не скажу что во всех но что это означает во первых мы уже давно идем к тому что а называется всех людей поголовно будут чипировать или все люди будут иметь какие-то свои индивидуальные номера согласно которым не знаю кто правительство или люди мира всего сильные мира всего будут вести слежку я так считаю потому что все делается под видом типа социальные карты нужны но в начале так шло потом это вот сейчас типа из-за коронавируса будут наблюдать кто с кем там общался были ли заболевшие среди тех с кем вы общались причин очень много приводится а в итоге получается что людей как за баранов да да как за скот можно чипировать или как скота на ухе или внутри значит этого есть такие чипы маленькие инъекция делается разным животным и через эту инъекцию то маленькая маленькая-маленькая штучка меньше хорошей даже не очень видно и вот через нее можно аппаратом наблюдать куда идет скажем куда ползет змея или куда там твой скот в горах делся и все это делать на людях если даже не инъекцировать в тело человека то хотя бы чтобы у него было это в телефоне или это было в каких-то там документах типа социальной карты или удостоверение личности я против всего этого и думаю нормальный человек должен бороться за то что есть самое большое приобретение человека это свобода ведь мы же не преступники чтобы за нами следили кто сказал что и кто позволяет вообще поступать со всеми как будто эти люди потенциальные или преступники или оболочки заразительной какой-то инфекции мы же не знали что это за вирус в конце концов до конца мы ничего не знаем ну да у нас есть общие понятия давайте пойдем уже на улицу вышли на главную улицу где мы живем редко что тут открыто вот продуктовый магазин то есть тут фрукты овощи продают и зелень а тут вивас лмт закрыт на время карантина до 14 апреля все есть а посетителей нету смотрите интересно можно туда зайти марин джунек вот магазины одежды кстати это местный продукт тост называется говорится что с 1947 год этот текстильный завод или предприятие комбинат работал я не знала значит советских времен но почему тос ведь советское время такого названия я не у нас зацвел абрикос смотрите как красиво давайте сфоткающего красиво так подарки с той стороны но очень мало пешеходов хотя они есть а по два человека все соблюдают режим чп масках ходят кстати я сегодня слышала что ультрафиолетовые лучи убивают этот вид вируса парикмахерская свет горит но они не работают а кондитерская интересно работает они работают я же говорю свет горит они игра не работают там кондитерская стоматологическая клиника вон есть люди работают перейдем улицу осмотрим что там булочная тут мальчик хлеб купил и вышел у нас десяти до двенадцати поставили час для пенсионеров чтобы они выходили в аптеку до на обратном пути купим так банки тоже закрыты о написано открыто оказывается банк работает до пяти часов в то до до за до за хлебом называется цирян цирян это абрикос сет такая магазина Вместе зайдем Не очень много людей Смотрим, зараза и цены 95 капуста Давай маленькую капусту купим Маленькую капусту Наверное, это Нормально Нет Так Редисочка Что еще взять? Что еще взять? Верно-модель Верно-модель Не знаю, что ли? нету в общем имбиря до 15000 грамм выросла все есть покупателей нету басе и каиле музы мам Так, делаем ревизию цен. Ну, не знаю, вроде те же цены. Первое. Две штуки стоят 390. Местное производство. Тут акции еще на туалетную бумагу есть. На соки гранатовые. Я не люблю. Я люблю томатный сок. Я люблю. Что я еще люблю? Да все люблю. Больше люблю морс. Морковный сок. Это артфуд. Это артфуд. Большое. Это артфуд. Это артфуд. Вот хлебный. Медовик. Вот хлебный. Медовик. А. А. Лаваш лаваш лаваш. Лаваш лаваш. Возьми. Давай покажу, что я пью. В профилактике против коронавируса. Я пью продукт, который содержит хинин. Хинин. На. Кофе. Кофе. Армяне очень много кофе пьют. Кофе. У нас кофе есть дома? Простой. Кофе. Почему кофе? Вот Гранд Кенди, кстати, и кофе производит. Все абсолютно производит. Кофе. Что жорко внутри. Хоринцы. Они навыну шахалаты. а еще много армяне сыра едят это местный сыр есть лори и чанах есть вот такие козьи овечий уже готовится к пасхе крашенка а это что сладости рыбка и пивка смотрите а мы семечки есть семечки солью морской красиво хоть бы к пасхе все прошло смотрите это социальное расстояние у нас обозначено чтобы в магазине рядом не ставляли раньше это не было это недавно вот сделали все выходим из магазина вот и прогулялись немножко на улице привет дорогая ну вот друзья завершим этот день репортажем с мясного магазина смотрите какие осетра это еще там этот ишхан лосось написано стерлец но это не стерлец это озерный осета а нам делается шашлык такой запах такой аромат это вот кюфта национальная вкусно и мацун тоже национальный исламолочный продукт это йогурт вы по-моему называете его клический рубил ну ладно друзья пока пока всем это ставка и кану чунэк доставка спросила доставка есть или нет пока пока всем ставьте пальчики вверх до встречи